Жителям одного из сел Зерендинского района Акмолинской области негде пасти скот. По словам людей, выпасов для поголовья рядом с селом нет, но есть пашни, хотя в радиусе 5 километров должны быть пастбища. Проблемы фермеров выслушан Аслан Абуталипов. По словам местных жителей, село Садовое со всех сторон окружено пашенными землями. Вот, к примеру, здесь заканчивается поле, а в нескольких десятках метров отсюда начинаются первые дома сельчан. По их словам, всё это создаёт неудобства в выпасе скота. Раньше проблем с выпасом скота не было, говорят сельчане, но два года назад земли вокруг села начали вспахиваться аграриями, поэтому пастбищных угодий рядом с населённым пунктом совсем не осталось. Перегнать поголовья на дальние выпасы невозможно, опять же, из-за посевов. Перегонять скот на пастбище, который в нескольких километрах от села, невозможно со всех сторон поля. У нас в селе почти 200 голов крупного рогатого скота, овец и кос больше 300 голов. Даже нескольким людям сложно пасти, их всё равно заходят на пашни, потому что негде больше пастись. А их владельцы постоянно делают предупреждения, угрожают штрафами, загоняют скот в загоны. Ранее, после неоднократных жалоб местным властям, аграрии согласились предоставить сельчанам участок для перегона скота на пастбище, которое в нескольких километрах от села. Но на деле оставили лишь небольшой отрезок земли шириной в 30 метров. Полеводы нам обещали, что оставят участок в 300 метров для того, чтобы перегнать скот, но выделили в 10 раз меньше. И как нам здесь это сделать? Пастухи и жители села уже не хотят разводить домашний скот, потому что нет условий. Но в то же время это наш единственный заработок. Как быть, не знаем. Везде кругом пашни. Нас, сельчан, никто не хочет понимать. Арендаторы полей не хотят смотреть за своими пассивами, хотя можно ланять объездчиков или установить ограждение. Но проблемы сельчан их не интересуют. Попытка обсудить вопрос с арендаторами пашиных земель стала безуспешной. Ссылаясь на занятость, аграрии даже не встретились с сельчанами. Местные власти тем временем заявляют, что ищут пути решения проблемы. Что касается пастбищ, буквально вчера этот вопрос обсуждали вместе с сотрудниками Управления сельского хозяйства и земельных отношений. Акимата района, прокуратуры. Мы со своей стороны вместе с жителями села составили протокол и направили туда. Они будут рассматривать вопрос для того, чтобы отдать земли вокруг села под пастбища, а аграриям выделить угодья в другом месте. Изменение целевого назначения сельхозугодий – процесс долгий и длительный. Сельчане в отчаянии. Ясные ответы на свои вопросы они не могут получить. А ситуация в подворьях непростая. По-прежнему им приходится обивать пороги кабинетов чиновников с обращениями в надежде получить хоть кусочек пастбищ рядом с селом и сохранить свой скот. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24.